МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, шановне телеградачи! Селям алейкум, урметлееватандашлар. Добрый вечер, уважаемые соотечественники, Центр журналистских расследований приветствует вас в прямом эфире телекомпании «Черноморская». Сегодня мы будем говорить об энергетической блокаде, которую продолжают участники гражданской блокады поставок в Крым, которая уже переросла, как я понимаю, стадию и переговорную. Главное требование участника в акции – освобождение политических заключенных. И мы будем говорить об этом с экспертом Майдана Закордонных справ, экономическим экспертом Юрием Смирянским. Добрый вечер. А во второй половине нашей программы мы постараемся перевести эту тему, тему энергетической блокады, в серьезный разговор о возможности достижения Украины, именно вот с этого трамплина, что называется, когда Россия сейчас все будет отключать, достижения Украины уровня энергетической независимости в целом. И гостем нашей студии будет известный энергетический эксперт Ольга Кошарная, которая представляет ассоциацию «Украинский ядерный форум». И также мы, конечно же, коснемся вопросов, которые касаются коррупции в энергетическом секторе, потому что понятно, что многие проблемы, которые в нем существуют, в том числе и зависимость от поставок из России различных энергоносителей, она связана в том числе и с коррупцией, которая по-прежнему мешает нам жить. Итак, Юрий, несколько дней длится уже, скажем так, та стадия гражданской блокады, которая уже ее участниками называется энергетической, с применением партизанских или, если хотите, диверсионных методов, направленных, как я понимаю, не только на то, чтобы понудить в страну оккупанта каким-то решением, но и собственное правительство для того, чтобы можно было наводить порядок и здесь. Подорванные линии электропередач, опоры, ремонтируются, но не запускаются. Почему? Ну, вообще-то, отключением поставок электроэнергии на территорию оккупированного Крыма, ну, во-первых, был нанесен очень серьезный и неожиданный удар по и оккупационным властям в Крыму, и по руководству страны-агрессора. Нам кажется, что все-таки они были уверены в том, что электроснабжение Крыма никогда не будет приостановлено. Эта уверенность, в первую очередь, наверное, у них и ту работу, которую они в этом направлении проводили, включая заключенный договор на поставку электроэнергии на территорию оккупированного Крыма, базировалось на том, что, по сути, тех возможностей, которые сегодня есть у руководства страны-агрессора, они не могут обеспечить энергобезопасность Крыма в большей или меньшей степени, ну, и заглушением тех объемов генерации, которые может произвести сам Крым, без участия Украины. Но это же не было новостью ни для кого. Да, это не было новостью. Но вот там ванна комфорта, которую им предоставила Украина, я бы так сказала, да, комфортная ванна, и в поставках продовольствия, и в поставках электроэнергии. Там наверху пацаны договорились, что будем таким образом по этому позорному контракту поставлять в Крымский федеральный округ. И они, в общем-то, были достаточно спокойны. Несмотря на то, что длилась уже гражданская блокада, несмотря на то, что резко обществом воспринималось продолжение действия контракта, Демчишин, а это человек президента в правительстве Яценюка, тем не менее он заявил о том, что нужно пролонгировать этот контракт на поставки электроэнергии в Крым. О чем это говорит? Все-таки давайте мы вернемся к первой части, первого вопроса. Что получила тем самым Украина? Она получила очень серьезный рычаг влияния для ведения переговорного процесса со стороной оккупантов. Именно потому, что другого решения вопроса обеспечить энергетикой Крым, кроме как договориться с Украиной, у оккупантов сегодня нет. И даже тот силовой кабель, который тянет китайский укладчик, если образно сказать, давайте так представим себе, что у вас в комнате сгорела розетка, вы решили с кухни запитаться, взяли соответствующий удлинитель, раскинули его, подошли к кухонной резинке, а на удлинителе вилки нет. Вот то же самое с этим кабелем. Да, его можно протянуть, но энергетическая система Крыма построена таким образом, что электричество заходит только с материковой части Украины. И для того, чтобы она заходила в Крым, уже с российской стороны надо перестроить систему. Система не обязательно просто параллельно построить дополнительные передающие станции, понижающие, повышающие, ТП и так далее, силовые блоки. С другой стороны, подготовить энергетическую систему России на той стороне. Она ведь тоже рассчитана на то, что она обеспечивает только себя. То есть Крыма в той системе нет, как потребителя. Но он планировался. Но на 2017 год, на 2018. Там даже не так. Достройка еще одного блока. Федеральная программа рассчитана с 2015 по 2020 год. Но как раз-таки вот включение того оборудования, которое необходимо для того, чтобы электроэнергия подавалась, это 2017, 2018, 2019, 2020 год. В идеальной ситуации. А кабели, все истории разворачивающихся вокруг китайского кабеля-укладчика, мы поговорим немножечко позже. Все-таки я бы хотела вернуться к тому, что, собственно говоря, происходит. Сегодня, вчера стало известно нам, что руководство Меджлиса, лидеры Меджлиса передали список политзаключенных в министр энергетики Российской Федерации Александру Новаку, который примчался вместе с другими начальниками федеральными спасать ситуацию в Крыму. Мы, судя по тому, что Укрэнерго, который анонсировал сначала уже запитку одной линии, самой маломощной, 220, по-моему, там, мегаватт, которая ведет от Каховки до, линия Каховка Титан, подстанция Титан, вот, но ее так и не запустили вчера, и уже дата в новых сообщениях Укрэнерго не называется. Наш коллега Андрей Клименко вернул нас к вашим, скажем так, попыткам понудить руководство Украины всерьез заняться именно экономическими методами борьбы с агрессором, да, и напомнил недавно о том, что в прошлом году вместе с стратегией развития Крыма вы положили на стол, я имею в виду, вы фонд иностранных дел, фонд, мы положили на стол в администрации президента и СНБО предложение по созданию, так называемого, Министерства экономической войны, да, Министерства экономической войны, таким образом, вспомнив хороший и удачный опыт создания подобной структуры в Великобритании и в других странах, которые, собственно говоря, имели не только фронт, что называется, обычный. Давайте вспомним сейчас, на чем настаивают участники акции протеста и, собственно говоря, какие последствия имели подрывы неизвестными патриотами Украины, опор, которые, ну, собственно говоря, на которых заведены все четыре линии, ведущие электроэнергию в Крым. Пожалуйста. Мы то, что и делали вчера, мы блокируем ремонт электропорта. Никого сюда не подпускаем. Наши задачи освобождать политзаключенных, которые в Крыму. Вы уже в курсе, наверное, о событиях, то, что происходит сейчас в Крыму, поэтому мы ждем, пусть начнут с нами выходить на связь, они знают наши телефоны. Мы хотим, чтобы за каждую опору как минимум одного политзаключенного нам выпустили. Весь список политзаключенных вы знаете. Да, первым хотим, чтобы выпустили ахты Мачегоза. Мы заземлили опоры, непосредственно опасность для находящихся вблизи этих опор устранена. Опасным остается вот одна опора, которая была взорвана и находится сейчас в нестабильном состоянии, то есть есть вероятность ее падения, поэтому находиться вблизи от нее нельзя. Но с точки зрения электрической безопасности здесь все нормально. Следующий шаг, который мы рассчитываем сделать, это освободить прижатые линии электропередачи. Один фазный провод, вот вы видите, упала соседняя опора. И в принципе вывести остатки остальных опор. Это тот шаг второй, которого мы ожидаем, ответа сегодня положительного, чтобы нас допустили. Убытки еще не оценены, но по сравнению, если говорить по аналогиям примерно подобных событий, которые происходили ранее, с учетом типа вопор, восстановление данного участка из вот этих трех линий будет стоить около двух миллионов евро. Итак, данные происшествия, скажем так, можно по-любому я опять же говорю, его называют партизанщиной, диверсией, кто-то настаивает, что это даже теракт по ту сторону перекопа, а есть реальные убытки, но убытки не той стороне оккупанта, стране оккупанта, а убытки родной стране. Так что это такое? Нет, в первую очередь это убытки оккупантам. Убытки оккупантам, потому что в связи с остановкой подачи электроэнергии в Крым, во-первых, остановилась практически вся экономическая жизнь, а это значит, что бы ни говорилось, международное право трактует это следующим образом, что ответственность за жизнеобеспечение оккупированной территории несет государство оккупанта. Точка. И вот поэтому господин Новак примчался в Крым, потому что в любом случае это их сегодня задача, это не украинской стороны задача. То, что сегодня в Крыму нет электричества, это не вина Украины, гражданского общества, правительства, террористов или кого-либо угодно. Это вина Российской Федерации, которая оккупировала часть суверенной территории Украины. И вот им теперь приходится решать эти вопросы. И вот когда господин Новак приехал в Крым, провел совещание, поездил по объектам, первое заявление, которое он сделал, ну вернее это уже сухой остаток от всего того, что он там наговорил, что в нынешней ситуации Крым по энергообеспечению может рассчитывать только на свои собственные мощности. Все решение вопросов нет. Все остальное это сказки, рассказки, обещалки и тому подобное. Но президент России сказал, что 20 числа первая линия энергомоста все-таки будет запущена. И сейчас, я так понимаю, там будет сейчас просто аврал, штурмовщина и другие привычные советские времена темпы и объемы работ. Но чем обычно заканчиваются авралы? Ну это другое дело. Авариями. Вы понимаете, Юра, дело в том, что, собственно говоря, это была пощечина. И не столько пощечина Аксенову, да, ну шо с ним взять, который там дураком, идиотом обозвал и уволил министра энергетики Егорова, да, но это пощечина Кремлю, да, это пощечина Путину, потому что такого не мог себе представить никто. Это обрушение имиджа, я бы так сказала. Это обрушение всего. Поэтому, я думаю, сейчас будут брошены все силы для того, чтобы с Нового года этот вопрос закрыть. Что может быть? Каждый регион имеет собственную базу энергообеспечения. Так вот, Южный регион со своим энергообеспечением, в первую очередь это Ростовская атомная станция, сегодня имеет дефицитный баланс. То есть они потребляют больше, чем производят. В планах России, да, увеличить мощности Ростовской атомной электростанции, включив туда один или два блока еще дополнительных. Но это тоже до 2020 года. То есть за месяц, за полгода эти вопросы не решаются. И даже полгода запасов в нынешней ситуации у России нет. Потому что эти вопросы надо решать очень срочно. Да, не завезли дополнительное количество генераторов. Да, возможно, подвезут. Не, но уже сказали, что они останутся все в Керчи. Ты так понимаешь, потому что нужно питать переправу саму по себе. Они могут привезти еще и еще. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что для этих генераторов нужно топливо. Значит, на сегодняшний день топливо для вот этих генераторов по официальным данным Министерства энергетики Российской Федерации. Осталось на 29 дней. Бензина где-то примерно на 15, дистоплива там что-то на 20. У Крыма есть много своего газа. Надо газотурбины. Их же завозили мобильные. Завозили. Ну, опять же, газотурбина это один размер, да, объем мощности, то есть их надо ставить. А у предприятий, в больницах и учреждениях это более маломощные, которые могут обеспечить то есть к себе. Так вот, первое. Завоз топлива, который не сможет Россия обеспечить системным в зимний особенно период времени, в десятки раз удорожит этот процесс, а значит, да, и содержание Крыма. Второй момент. Все эти дизель-генераторы и там бензиновые генераторы и тому подобное, это аппаратура для аварийных отключений. То есть она может работать эффективно только в короткий промежуток времени. Вы говорите сейчас о вещах, о которых уже все все рассказали. Наша программа отличается тем, что мы говорим о том, о чем не говорит никто и пытаемся заглянуть все-таки в завтрашний день и понять, на каких схемах держится сегодняшний. Смотрите, я хочу вернуть вас все-таки к вопросу об создании, пусть министерства называется, там, не знаю, структура специальная, специальный департамент при СНБО, чьи может быть действительно министерства экономической войны. Что вы имеете в виду? Ну, тогда давайте вернемся в историю, как это происходило в Великобритании. На пороге Второй мировой войны в необходимости решения определенных вопросов. Ведь война это в том числе соревнования экономик. То есть если ресурсы у государства начинают снижаться, значит возможности введения войны автоматически начинают снижаться. Поэтому вот министерство экономической войны, которое было создано в Великобритании, это была, и одна из ее задач, специальные операции. Например, блокирование побережья Германии по доставке судами железной руды. И Великобритания справилась с этой задачей. Кроме того, перед государством всегда стоит два вопроса. Поддержание баланса ресурсов у себя внутри, чтобы не было ни социальных взрывов, ну более-менее в каком-то сбалансированном состоянии находилась экономика. И нанесение экономического ущерба стороне противника. Вот отключение света в Крыму это элемент экономической войны с точки зрения лишения противника ресурсов. Ресурсов, которые поддерживают военную группировку и тому так далее и тому подобное. Ну не только, да? Сейчас, я так понимаю, министерство, если бы оно существовало, должно было сейчас бы очень хорошо озадачиться вот этим вот китайским кабелеукладчиком. Мы, в том числе... Китайским кабелеукладчиком для того, чтобы, я так понимаю, что это же китайская компания, которая рискнула прийти в Крым под санкционный закрытый порт, вести работы в проливе, что является нарушением и международного морского права, потому что существует двустороннее соглашение между Украиной и Россией, устанавливающие, что это внутренние наши воды, поэтому друг без друга мы ничего там делать не имеем права. И нарушение украинского законодательства, и законодательства, которое касается оккупированных территорий, поэтому прокуратура Крыма действительно после публикации Black News и в Керчь, по-моему, ФМ давала эту информацию, действительно открыли уголовное производство по статье 332 Прим, которая касается незаконного въезда на территорию оккупированного Крыма, но МИД молчит. Ну, это уже вопрос к МИДу, к сожалению. Почему молчит? Почему молчит МИД? Наше Министерство иностранных дел не ведет сегодня самостоятельной политики, хотя должно, да, именно МИД для этого и предусмотрен, формировать самостоятельную внешнюю политику, которая потом рекомендуется правительству. У нас, к сожалению, все с точностью да наоборот. МИД лишь выполняет определенные задания из администрации президента, и на этом все. Поэтому, скорее всего, раз нет команды, то он и молчит. А если бы работа построена таким образом, ну не знаю, если бы действительно существовало Министерство экономической войны, то как бы все это увязывалось и координировалось? А в этом случае рычаги принятия решений на действие как раз таки и вешаются на Министерство экономической войны. То есть, любые действия, которые могут нанести экономический ущерб противнику. Притом, при всем, да, что Россия гораздо мощнее нас там по армии и прочее, прочее, но она экономически уязвима. Экономически это слабое, неразвитое государство, очень сильно зависящее от внешних рынков. И последнее. Ваш прогноз на развитие всех событий сейчас в Крыму, связанных с энергоблокадой? Если только политическое руководство страны примет решение и включит обратно подачу электроэнергии, для Украины это проигрыш. Если все-таки политическая воля, наконец-таки, хоть раз, да, возьмет верх с позиций государственности, и эта ситуация продолжится, то руководство страны-агрессора вынуждено будет идти на переговоры, пусть даже тот же Минский формат, но тогда в нем появится раздел Крыма. И этот переговорный процесс будет первым шагом в будущей деоккупации. Какие вопросы на первых шагах будут решаться? А партизаны, которые подрывают опоры линии электропередачи, они согласятся с таким решением, если вдруг будет включено без выполнения требований участников акции? Вот, как раз-таки процесс этот, ага, если просто правительство решит, я сомневаюсь. То есть мы будем наблюдать продолжение партизанской войны в таком случае, скорее всего, да? Спасибо. Это противостояние может перенестись и на Киев просто-напросто. Просто перестанет быть локальной акцией протеста, превратиться в национального уровня. Спасибо большое, Юрий Смельянский, экономический эксперт фонда Майдан за кордонных справ, был гостем нашей программы. Мы продолжаем нашу тему энергоблокады и попробуем выйти на уровень энергонезависимости страны. Благодаря этой энергоблокаде сегодня мы ждем в нашей студии Ольгу Кашарну, энергетического эксперта, который представляет Ассоциацию Украинский ядерный форум. Спасибо, Юрий. И пока в нашей студии идет смена гостей, мы продолжаем наш цикл, мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые называются политическими заключенными. В сюжете наших крымских корреспондентов сегодня рассказ о четырех жителях Бахчисарайского района, которых обвиняют, подозревают в участии в террористической организации. Террористическая она является в России, в Украине это была абсолютно незапрещенная организация, которая называется Хизбут Тахрир, а не и рассказ наших крымских корреспондентов. Не переключайтесь, продолжим через несколько минут. В конце января этого года в селе Орлиное, что находится под Севастополем, были арестованы трое местных жителей, которых подозревают в связях с исламской организацией Хизбут Тахрир. В России она признана террористическое участие. В России в ней уголовно наказуемо. Одного из арестованных, Руслана Зейтулаева, подозревают в организации деятельности в Крыму Хизбут Тахрир. Санкция, вменяемая ему статьи, предусматривает наказание от 15-20 лет до пожизненного лишения свободы. Мирием, жена Руслана, говорит, что муж вел обычную, ни для кого не представляющую угрозу жизнь. Трудился на стройке, подрабатывал поваром. Они воспитывали троих дочерей и строили собственный дом. На рассвете 23 января к ним нагрянулись обыском вооруженные люди. Было где-то 6, ну 6 проходило время утра. Ну мы все спали, в дверь постучались, очень громко, так скажем. Я проснула, вскочила, думаю, что-то произошло. Подхожу к двери, спрашиваю, кто. Мне сказали, что у соседей там какая-то беда случилась, позовите мужа. Сосед, как бы, получается. Я, ну, подняла мужа, говорю, идите, посмотрите. А он, этот, когда дверь открыл, ну, то есть без всякого, даже не спрашивая, потому что, как бы, подумав, что действительно сосед, что-то произошло. Его заломали на кухню, получается. Она, ну, я его не видела, я просто слышала, что его, я так поняла, что его ударили. Супругам предъявили ордер на обыск, однако подписывать протокол Руслан не стал, не согласившись с основаниями для проведения обыска. Кроме того, говорит Мерьем, понятых следователи привезли с собой. По ее словам, это был не первый обыск в их доме. В Украине хизбут Тахрир не запрещена, однако силовики всегда следили за деятельностью членов организации. При Украине к нам приходили уже с обыском, ну, то есть, как бы, мы уже имеем представление, что это такое, но просто в прошлое при Украине их отпустили, то есть их забрали, обыск произвели, забрали и отпустили. Но это было по поводу общины, которая, ну, мусульманская община. У нас есть просто участок, на котором хотят строить мечеть, вот, и за эту мечеть, получается, боролись. Вот, ну, вот и по поводу этого, но в результате получается так, что все равно право за нами, осталось строить там мечеть, принимать решение по поводу этого, и, ну, мы обошлись, получается, штрафом. То есть хотели, получается, построить мечеть, а в результате оказались террористами. Сотрудники ФСБ, сославшись на тайну следствия, так и не пояснили семье, по каким основаниям Руслан подозревается в преступлении, которое в России признано тяжким. Когда задали вопрос, почему посадили, общался не с теми людьми, с кем надо. Ну, это так ответил следователь. До сих пор это для нас загадка, почему именно он. Нам сказали, что это чей-то заказ. Но, возможно, это слухи. Мы не знаем точно. Мирием с тремя детьми после ареста мужа переехала к матери в Первомайский район. Приезжает в Севастополь только на судебные заседания. Одна, без детей, чтобы не травмировать их еще больше. Старшая дочь все время спрашивает об отце и плачет. А младшенькая, она даже не помнит уже его лица. Я недавно показала фотографии его, которую я вам сегодня показала, а она даже не узнала. Меня узнала, получается, а отца нет. Еще один арестованный по делу Хизбут Тахрир, Феррат Сайфулаев, также живет в Орлино. Его задержали, арестовали в апреле 2015 года. С остальными фигурантами дела, по словам Мирием, ни Руслан, ни Феррат, лично знакомы не были. 37-летний Нури Примов до ареста по подозрению в участии в запрещенной организации был торговым менеджером крупной фирмы. А незадолго до задержания переквалифицировался на риэлтора. По словам матери Нури, на праздновании одного из мусульманских праздников в селе он познакомился с Рустемом Ваитовым, теперь уже одним из четверых арестантов по делу Хизбов. Сын знал только Рустема этого, как его фамилия? Ваапов, по-моему, да? Ваитов. Вот, только Ваитова знал. И я его знала, потому что он пришел, приходил ко мне домой, к нам с сыном приходил домой, и все, больше он никого не знал. Кто-то написал, не знаю, кто написал на него, что он является членом Хизбутахрир. Я не знаю. А он еще вообще в мечеть только ходил, он не знал, ни молитвы, ничего не знал, не знал, как молиться. И там у нас вот сейчас он стал, его сделали муллой, он говорит, он только у меня интересовался, как и что это делать, с чего начинать, когда молиться. Исламом только стал интересоваться. Адвокат Эмиль Курбединов ранее представлял интересы всех четверых арестованных по делу об участии в Хизбутахрир. Однако после отвода суда защищает только Руслана Зи Тулаева. По его словам, никто из них своей вины не признает. И на данном этапе все четверо воспользовались правом не свидетельствовать против себя. У троих по этому делу уже идет нарушение права на защиту, причем грубейшие нарушения. В самих судебных заседаниях, когда у нас идут продления, я сталкиваюсь с нарушением принципа гласности. То есть оказывается сильнейшее давление на слушателей, на простых слушателей, кто приходит и хочет поприсутствовать на судебных заседаниях, им начинают выписывать повестки. Их начинают другими способами, оказывая на них психологическое и моральное давление. Это делается для того, чтобы все-таки это дело не предавалось огласке. В защите в настоящий момент неизвестно, какими доказательствами участие подозреваемых в деятельности запрещенной организации располагает следствие. И дело не только в том, что расследование находится на досудебной стадии. Адвоката попросту не допускают на судебные заседания, лишая подозреваемых права на защиту. Даже если вы признали эту организацию террористической, хорошо, теперь вы судите людей за причастность либо участие. Но речь идет просто о соблюдении прав. На гласность, на защиту. Хорошо, судите, это ваше право. Может они знают, спецслужбы, то, что мы не знаем, понимаете. И с какой-то стороны может с ними и можно согласиться. Определили для себя врагов? Определили. Однако гарантируйте им права на защиту и гласность и так далее. Судите их по закону, в строгом соответствии с законом. По указанным нарушениям адвокат готовит документ для обращения в Европейский суд по правам человека. 10 ноября Ленинский районный суд Севастополя всем четверым подозреваемым продлил арест еще на два месяца, до 19 января 2016 года.